Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В своем выступлении глава государства подвел итоги года, обозначил важные направления внешней и внутренней политики, а также определил вектор развития страны на ближайшие шесть лет. За обращением президента к Федеральному собранию наблюдали депутаты, представители общественных организаций, участники специальной военной операции, лидеры общественного мнения городского округа Люберцы и наша съемочная группа. Перед началом выступления главы государства с ежегодным посланием к Федеральному собранию в Люберцах провели круглый стол. Участвовали представители общественных организаций, депутаты, руководители предприятий, ветераны СВО. О планах по развитию муниципалитета и реализации федеральных программ на территории округа доложил Владимир Волков. Мы стараемся записать те проблемные истории, вопросы, которые беспокоят людей. Это дороги, это новые мосты, туннели, это объекты школы, сады, поликлиники, объекты благоустройства. Конечно, программы, такие как национальные проекты, помогли решить на территории России гигантские вопросы, которые не решались на протяжении многих лет. И они сейчас решаются системно. В Люберцах ежегодно строят и ремонтируют социальные объекты, во дворах устанавливают спортивные площадки, детские игровые комплексы, благоустраивают парки и скверы. Многие проекты реализуются по инициативе и по желаниям жителей. Любой национальный проект вначале согласовывается на земле, потом поступает на уровень региона и только после этого регион его включают в программу. Хотя там конкуренция очень серьезная с другими регионами. И все хотят получить себе дополнительную школу, дополнительный объект, дополнительное финансирование. Национальные проекты помогли решить в Люберцах ряд вопросов. Только в этом году откроют 15 социальных объектов. 5 новых школ, 7 детских садов, 2 поликлиники и после реконструкции стадион «Торпеда». Завершается капитальный ремонт 18-й гимназии, строительство трассы М-5 «Урал». В обход поселка Октябрьский ведутся работы по прокладке Южно-Лытканецкой автодороги. А уже весной приступят к строительству Новоегоревского шоссе. Люберцы все были в развитии. Сегодня динамика, вы сами слышали, Владимир Михайлович ее нарисовал, она огромная. Есть что показать, есть о чем сказать, есть на что обратить внимание. После беседы за круглым столом участники встречи переместились в актовый зал инженерно-технологического лицея, который уже был полон зрителей. За выступлением президента России следили на большом экране более 700 жителей городского округа. Послание Федеральному собранию – это, прежде всего, взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. О тех вопросах, решения которых считаю принципиально важным для уверенного долгосрочного развития страны. Люберцы динамично развивается. Люберцы также встроен в эту систему государственного развития. Мы все вместе идем вперед. У нас открываются новые предприятия. Первой темой, которую затронул президент России, стала специальная военная операция. Глава государства поблагодарил жителей страны за помощь фронту и призвал органы власти поддерживать героев и их семьи. Я, как представитель Фонда защитников Отечества Московской области по Люберецкому району, могу сказать о большой работе, которую мы проводим с ветеранами и семьями погибших. Все они под нашей опекой. При Госфонде и Центре поддержки работает гуманитарный склад. Спасибо большое всем неравнодушным за помощь. Большое спасибо администрации городского округа Люберцы, всем образовательным учреждениям, которые собирают гуманитарную помощь, доставляют нам на центральный склад. Вся помощь уходит непосредственно в руки нашим защитникам. В своем послании Владимир Путин озвучил ближайшие планы и стратегические задачи, а также анонсировал запуск новых национальных проектов и мер поддержки для населения и бизнеса. Президент акцентировал внимание на развитие институтов семьи, поддержку гражданского общества, патриотичные повестки, образование, медицины. Весь этот спектр, его нужно будет дополнительно еще проанализировать, обсуждать и внедрять каждый день, притворяя это послание в жизнь. На сегодняшний день в городской округ Люберцы поставлено 300 аппаратов рентгенологических, ангиограф, мамограф, открытые новые поликлиники, детская поликлиника, взрослая и детская поликлиника, станция скорой помощи, строится в поселке Октябрьский новая поликлиника, поселке Мирный новая поликлиника. Культура пробуждает в человеке его самые лучшие качества. И президент всегда везде об этом говорит и подчеркивает о важности государственной поддержки в этой сфере. И мне хотелось бы, чтобы работа в данном направлении была продолжена. Послание президента федеральному собранию стало рекордным по продолжительности. Оно длилось 2 часа 6 минут. В своем выступлении глава государства затронул все сферы жизни россиян. Вопросы, которые волнуют каждого жителя большой страны.